В Академии такая проблема. Диалог получился достаточно разным. Защитить права не получится. Довный отечественного отчета. Наши спортсмены также опередили соперникам. И бескорыстно помогает самым маленьким пациентам. Вот, извините, пожалуйста, на имя, там совершенно неудобно. Зачем неудобно, если неудобно, если неудобно, если неудобно. Сегодня утром, 25 сентября, две остановки общественного транспорта лишили стеклянного ограждения. В полвосьмого утра на улице Большой Нижегородской у дома 107 мужчина на красной легковушке не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и врезалась в автобусную остановку улицы Дмитрия Погодина. По информации ЦУГД водитель работал таксистом. Водитель 1969 года рождения, управляя транспортным средством Рено Логан, почувствовал себя плохо, потерял сознание и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Как рассказывают в госавтоинспекции, пострадавших, кроме 55-летнего водителя, нет. Его отправили лечиться амбулаторно. По факту аварии проводится административное расследование. Помимо этого павильона пострадала и другая остановка – улица Пугачёва. По информации ЦУГД, ночью неизвестные разбили там стекло. Рабочие оперативно выехали на место и убрали многочисленные осколки. Останки 46-летнего жителя Александрова нашли на пепелище после пожара в одном из сел Владимирской области. Как сообщает источник Шестого канала, по предварительной версии, мужчина погиб из-за непотушенной сигареты. Информация о пожаре появилась в соцсетях службы гражданской обороны города Карабаново. Как сообщается, произошло все 24 сентября в селе Андреевское Александровского района. Сигнал о возгорании на улице Советской поступил в дежурную часть в 14.44. Караул третьей дежурной смены незамедлительно выехал к месту вызова. По прибытию первого подразделения было установлено, что горит одноэтажный дом на три семьи. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось отстоять половину дома. Вторая половина выгорела полностью. Также полностью сгорела кровля. Сотрудники службы пожарной безопасности ликвидировали возгорание. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. К тушению привлекались спасатели из Карабаново и Александрово. К сожалению, помимо имущества, пожар унес с собой человеческую жизнь. Источник редакции поделился. Погибший, житель Александрово, 46 лет. Мужчина приехал к своей сожительнице. Вместе они использовали дом как временное жилье для отдыха. Точную причину произошедшего выясняет дознаватель. Однако собеседники редакции предполагают, что пожар мог случиться из-за неосторожного курения. Как сообщили в Следственном комитете области, по факту инцидента проводится проверка. Из Владимира выдворили 11 нелегальных мигрантов. Очередной рейд прошел в середине сентября в областном центре. Полицейские посетили объекты торговли, места проживания и работы иностранцев. Документы проверили у 150 приезжих. Их пробивали по регистрационным базам. У троих мигрантов обнаружили бумаги с признаками подделки. Документы отправили на экспертизу. По итогам рейда зафиксировано 27 нарушений правил въезда в РФ, а также выявлено отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в России. Двое иностранцев, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нелегальное нахождение в стране, вернулись сюда снова. По итогам рейда, постановлением суда, 11 иностранцев подвергнуты административному наказанию в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Мероприятия, проводимые сотрудниками полиции по проверке соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства, будут продолжены. Дмитрий Наумов высказался по поводу возвращения прямых выборов мэра. Об этом глава Владимира спросил один из журналистов в ходе проведения пресс-конференции. Городоначальник ответил, что готов избираться всенародным голосованием в случае, если будет изменено законодательство. По поводу прямых выборов, ну, будет изменено законодательство, я и так выборный, но уже, значит, будем избираться на тех условиях, которые будут предложены. Я не вижу в этом никаких подводных камней, подоплевок. Надо, значит, будем работать. Напомним, последние всенародные выборы мэра прошли аж в 2007 году. Тогда победил Александр Рыбаков. Но в 2010-м прямые выборы отменили единогласным решением депутатов Горсовета. В 2020-м глава Владимирской администрации Андрей Шохин предложил вернуться к практике всенародного голосования. Хочу выразить свою принципиальную позицию о выборах главы города. Я за возвращение прямых выборов мэра Владимира. Буду предлагать депутатам рассмотреть эту инициативу. Но надо понимать, что сейчас вернуть прямые выборы нам запрещает областной закон. Поэтому сначала надо внести в него изменения. Совпадение или нет, но это заявление Андрей Шохин сделал незадолго до выборов депутатов Владимирского горсовета. И дальше слов. Дело так и не пошло. В 2022-м году на место Андрея Шохина пришел Дмитрий Наумов. В 2022-м году на место Андрея Шохина пришел Дмитрий Наумов. Его как раз и избрали депутаты городского совета, который полностью состоит из представителей Единой России. Позже губернатор области, а по совместительству и лидер Владимирских единороссов, дал понять, что вопрос о возвращении прямых выборов мэра должен решать Совет народных депутатов Владимира. Правда, Александр Авдеев отметил, что практика избрания главы города депутатами более предпочтительна. Даже не областных это может принять городской совет. В целом практика по стране показала, что такая форма избрания глав муниципалитетов вполне всех устраивает. Не всегда бюджеты муниципалитетов наполнены настолько, чтобы тотально решать свои вопросы. В ходе проведения пресс-конференции Дмитрия Наумова также спросили по поводу того, как он чувствует себя в роли городоначальника. На что глава города ответил, что способен на большее. По поводу, как я себя чувствую на этой должности, я скажу одно. Я знаю, что я могу и способен на большее, но сейчас надо отрабатывать этот вопрос. Поэтому я работаю здесь и буду продолжать работать тот срок, который у меня определён контракт. Глава города не стал уточнять, что именно ему мешает работать лучше. Не исключено, что скоро Дмитрий Наумов это продемонстрирует. Срок его полномочий истекает в 2027 году. Алексей Домин, Артём Замоцкин, Шестой канал. Единая транспортная диспетчерская всё же появится во Владимире. Правда, когда именно, пока непонятно. Об этом власти сообщили Шестому каналу в ответ на официальный запрос. Напомним, совсем недавно мы рассказывали о том, что жители города зачастую не могут связаться с транспортными компаниями. В поисках актуального номера диспетчерских хотя бы кого-то из шести действующих в городе перевозчиков люди ошибочно звонят в нашу редакцию. Такие обращения нам поступают регулярно. Набрав в поиске бюро находок, пользователи сети интернет попадают на сайт телеканала со старым материалом аж от 2003 года. Решив, что наконец отыскали номер диспетчерской, люди звонят нам. Подобных звонков поступают десятки. Связаться с транспортными компаниями на самом деле не так-то просто, а точнее найти их номера. Кажется, что жителям было бы намного удобнее звонить на номер единой транспортной диспетчерской. О возможности создания такой системы во Владимире мы спросили у властей. В официальном письменном ответе чиновники намекнули, такая идея уже прорабатывается. Комплексной схемой организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Владимира рекомендовано внедрение автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками. Сроки начала ее внедрения уточняются. В пресс-службе мэрии нам объяснили, что формулировка автоматизированная система управления пассажирскими перевозками и означает единую диспетчерскую. К слову, власти также не согласились с тем, что на просторах интернета тяжело найти номера транспортных организаций. В ответ на ваш запрос от 16 сентября 2024 года сообщаем, что информация о номерах телефонов диспетчерских служб перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации города Владимира в разделе «Экономика и городское хозяйство. Транспорт». Кроме этого, она размещена и на других ресурсах. Но и на сайте городадминистрации найти номера довольно непросто. По крайней мере, не все знают, что смотреть нужно там. Предложенные мэрии порталы также разочаровывают. Перечни транспортных компаний, размещенных там, устарели, как и номера. На одном из сайтов даже видна дата. Список публиковался в январе 2016 года. Хотя стоит отметить, все же актуальные номера трех перевозчиков по этим ссылкам вы найдете. Муниципального Владимир-пассажир Транса, а также частников Виктория и ИП Тимофеев. Остается лишь надеяться, что власти не отправят идею о создании единой диспетчерской в долгий ящик. Маргарита Бучкова, 6 канал. Дорожная инфраструктура на подъезде к СНТ «Миловка» была спроектирована еще в 2013 году. В рамках планирования территории жилого района Лунево-Сельцо. Однако спустя 11 лет путь так и не появился. Напомним, к этим садам сейчас нет ни одной дороги. Два существующих проезда оказались тупиковыми. С одной стороны траншея, через которую проехать можно разве что на Белазе. С другой стороны частная собственность. Участки отдали многодетным семьям. Они периодически проезд перекрывают. Инфраструктуры там никакой нет. Хотя, как нам рассказали в городадминистрации, проект планировки датируется 2013 годом. По информации городского управления ЖКХ, дорога до СНТ «Миловка-2» является дорогой общего пользования местного значения. Вопрос о ее ремонте будет рассмотрен при формировании плана работ на следующий год. Земельные участки многодетным семьям предоставляются согласно проекту планировки территории жилого района Лунево-Сельцо в городе Владимире. Утвержден постановлением администрации города Владимира от 23 декабря 2013 года. Проект планировки этой территории выглядит масштабно. Тут детские сады, школы, магазины, медицинские пункты, пожарное депо и, конечно, дороги, которые ведут практически до СНТ «Миловка». По крайней мере, до моста через одноименную речку. Эта территория входит в границы третьей очереди реализации. Если на проекте все красиво, то сейчас реальность совсем другая. На этом месте лишь грязь и непроглядный лес. Где наша дорога, где мы можем спокойно ездить, чтобы и жители сельца на нас не ругались, и здесь, чтобы мы тоже нас не ругали. Все равно у нас должна быть где-то дорога. Во вторник мэр города выезжал в этот район, где, цитата, «проводится работа по организации подъездных путей к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям». На данный момент осуществляется установка ограждений, очистка территории от поросли и разработка проектно-сметной документации по автомобильным дорогам. В следующем году планируется направить около 127 миллионов рублей на реализацию строительства дорожной инфраструктуры в микрорайоне. Итак, работа по реализации проекта началась. Однако сроки появления дороги так и не ясны. На вопрос, как жителям сейчас добираться до СНТ Миловка, в мэрии так и не ответили. Мы продолжим следить за развитием этой истории. Дарья Плещук, Шестой канал. Этот марш посвящен павшим героям Великой Отечественной войны. Открылся новый сезон вахты памяти, а вот сам мемориал, где школьники и студенты будут нести почетное дежурство, не в лучшем состоянии. Однако миссию юных патриотов никто не отменял. Их караульная служба продлится до апреля следующего года. Все это время учащиеся будут по очереди менять друг друга на посту. «Я испытываю гордость за наших предков. Они защищали нас. Сейчас без них нас бы не было, мы бы не смогли учиться. Все, что сейчас происходит, это все только благодаря им». Поэтому и важно сохранить памятник нашим предкам, погибшим за мир, беспокоятся владимирцы. Больше года назад мы уже рассказывали, что у мемориала посыпалась плитка. Местами камень приклеили назад. А вот с обратной стороны монумента по-прежнему голый бетон. Бронзовая композиция из трех фигур тоже не в порядке, замечают жители. Памятник покрыт белым налетом. «Нужно место, конечно, это привести в соответствующий вид, в порядок. И ступеньки поправить, и заднюю часть монумента поправить, и памятник помыть. Ну, привести в порядок, как хотя бы раньше было. И немножко, может, где-то улучшить. «Помыть хотя бы как минимум стоит». «Только помыть, а еще что?» «А так, ну, не знаю, буквы немножко поменять, может быть, на покрасившие какие-нибудь». «У меня как бы никаких вопросов, претензий нет. На все просто нужно время. Поэтому я уверена, что в скором времени все работы здесь будут завершены». Действительно, первый этап инновации Площади Победы позади. Год назад здесь заменили брусчатку и бордюры на 13 миллионов рублей. Обновление проходит в рамках программы «Комфортная городская среда». Ремонт бронзового памятника впереди, подчеркнули в мэрии. Деньги на это заложены. На заседании Совета народных депутатов города Владимира 18-го созыва внесли поправки в бюджет. «На следующий год дополнительно выделено 15 миллионов рублей в связи с юбилеем Великой Победы на ремонт мемориала погибшим и участникам Великой Отечественной войны. Памятник на Площади Победы является объектом культурного наследия. В связи с этим есть определенные обязательства, регламент, правила». Мемориальный комплекс обещают полностью восстановить в 2025 году 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Город отметит на обновленной площади. Городские власти уже начали искать подрядчика. Евгений Павлов, Егор Диакевич, 6 канал.